В Омске тем временем возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха. Напомню, мечи массово жалуются на едкий запах уже вторую неделю. Как оказалось, причина в выбросе в атмосферу этилмеркаптана норма была превышена в 400 раз. В списке подозреваемых несколько промышленных предприятий. Следователи проверяют документацию, чтобы установить, на каком именно производстве допустили технический сбой. Представители некоторых организаций уже заявили о своей непричастности к выбросам. Между тем, за последние дни мечи вновь почувствовали зловонный запах. От каких химических веществ страдают жители каждого округа города и где воздух чище всего? Чем грозят и мечам выбросы промышленных предприятий региона? Вот об этом в нашей студии мы поговорим с председателем Ассоциации «Экологический комитет» Сергеем Костровым. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Владимирович, ну наверняка вы сами тоже этот самый едкий запах, о котором сотни мечей говорили, на которые жаловались, тоже почувствовали. Конечно, трудно не почувствовать такой вонь. Вот этилмеркаптан, вот в нескольких словах, чтобы люди понимали, если кто-то вдруг не знает, что это такое и насколько, чем он опасен? Ну это особое соединение с серой в основном, да, используется для того, чтобы озонировать так называемый газ. Ну кроме того, он, конечно, использует... Озонировать это придать запаху, да? Придать запах. Дело в том, что природный газ и газ бытовой, он не имеет запаха, и если возникают утечки, возникает, соответственно, риск взрывов или каких-то инцидентов. Для того, чтобы мы носом почувствовали, не прибором, а носом почувствовали эту утечку, вот вводится дополнительный запашистый, очень сильно вонючий специальный газ, который естественное желание у человека вызывает закрыть все, что можно. Чем опасен? Это газ, который может отравиться человек, то есть такого нервного действия, он воздействует на кору, грубо говоря, на кору головного мозга, то есть на самочувствие человека, у него может тошнота, рвота, и в больших концентрациях человек может умереть. Такой выброс могло допустить какое-то большое предприятие? Любое нефтехимическое предприятие, вот переработка нефти, оно там так или иначе используется либо в качестве результирующего вещества, либо в качестве какого-то компонента, либо вот на станции, где смешивается природный, либо бытовой газ с адорантом. Я раньше работал в этой системе природоохранной и четко понимаю отношение предприятия и природоохранных органов. Не может природоохранный орган не знать, что это вещество используется или не используется на предприятии. То есть это же не какой-то там пипетка, это же большой объем тем более опасного вещества. Конечно, все это нормируется, все это описывается, все указывается, в каких объемах это используется, в каких объемах можно выбрасывать. Кроме того, инспектора контролирующих органов очень хорошо должны знать технологию. То есть они должны четко понимать, где это вещество может появляться, либо храниться, либо использоваться. Чтобы знать, откуда, грубо говоря, беды ждать. Не просто знать, а разработать целую программу предотвращения такой беды. Вот эти чрезвычайные ситуации, в принципе, они могут случаться с разными веществами. И на каждое вещество, если оно в большом объеме существует, а здесь, похоже, при 400 ПДХ объем большой, должна быть разработана программа реакции. А если вдруг? И что мы будем делать? Получилось, что ничего мы не будем делать. Если вот составить некую карту по округам, где какие предприятия и угроза каких выбросов может произойти жителям того или иного округа? Если говорить про то, что у нас советский округ, то, конечно, там нефтехимия, и вот она травит в разные стороны. Если говорить про весь город в целом, то, конечно, угольная ТЭЦ, наша ТЭЦ-5, она посыпает в зависимости от ветра вообще весь город целиком. Больше всего, конечно, то, что Октябрьский округ, Центральный округ, вот эта часть. Жители Левобережья от чего могут страдать? Левобережья, они находятся в очень сильной зависимости от климата. То есть, когда переносит на них то, что выбрасывается с правого берега, то они получают. Либо у них там есть еще и Лузинский свинокомплекс, который тоже, вообще говоря, пахнет не очень приятно, и азоты в этой соединении, они, конечно, существуют. Если говорить про Ленинский округ, то там, что касается воздуха, более-менее благоприятная ситуация. Там есть другие источники, но что касается воздуха, более-менее благоприятная. Центр – это, конечно, в основном автотранспорт. То, что у нас вообще не контролируется, а расчеты и измерения показывают, что в час пик на перекрестках бывает 10-15 ПДК. То есть, строго говоря, это место, где надо находиться в противогазе. Сергей Владимирович, если вот кратенько перечислить те вещества, которые вообще потенциально могут быть выброшены в атмосферу города нашими предприятиями, вот прямо так их назвать, и чем они опасны? – Много веществ. Но если говорить про ТЭЦ, если про ТЭЦ, да, вот те вещества, которые… Это, конечно, окислы азота, окислы серы. Это канцерогенные вещества, они, в общем, если окислы азота, они вообще трудно регистрируемы носом, но очень опасны. – Что вызывают? – Онкология, онкология. В основном онкология, да. И транспорт тоже самое выбрасывает. Если говорить про нефтехимию, то там, то, что у нас принято регистрировать, это, конечно, вот бензопирен, это такое вещество первого класса опасности. – Онкология. – Да, ну, да. Ну и органы дыхания тоже поражаются. Кстати, от ТЭЦ тоже органы дыхания поражаются за счет вот попадания в воздух той самой золы, которая в большом количестве выбрасывается. – Как исправить ситуацию? Есть решение какое-то? – Очень большая проблема – это огромное количество ведомств, которые наблюдают за всем этим. Они между собой не могут разделить сферы компетенции. Там 17 или 18 ведомств наблюдают. Нет одного. Поэтому предприятие перекидывает, перекидывает, перекидывает. Значит, контроль жесткий должен быть понятный, ясный. При этом доступ, вообще говоря, природоохранных органов должен быть на предприятии обеспечен. Он у нас фактически отсутствует. То есть невозможно там чаще, чем раз в два-три года проверять предприятие. – И плюс, конечно, система контроля. Потому что ее практически нет. В Омске она отсутствует, она для видимости существует. И, следовательно, мы не можем определить вовремя. А воздух – среда подвижная. И если мы не определим сразу, то мы не определим никогда. Ну, кто же скажет про себя, что он что-то выбросил? – Хочется верить, что вот все, о чем вы говорили, вот сейчас, что все эти меры все-таки будут приняты. Сергей Владимирович, спасибо большое, что нашли время, что пришли в нашу студию и ответили на эти вопросы, которые, на мой взгляд, очень многих интересовали. И...